Девушки отдыхают Если позволишь, я скажу кое-что, что тебя расстроит О боже Я знаю, но я поездил на новом 718 Кайман-С Ага Он едет лучше Что? Нет Да я тебе говорю Да не может такого быть, чтобы Кайман-С ехал лучше, чем эта машина Вот только он лучше Производство канала Мотор Тренд Зажигание, эпизод 180 Порше 718 Кайман-С лучше, чем всегда Но что со звуком? Перевод BMI Russian при поддержке Автоспот.ру Ну, давай поговорим о том, почему GT4 является таким особенным Ну, Кайман наконец-то стал тем, чего люди просили 10 лет Это так, постоянно говорят о теории заговора Типа, Порше сдерживает Кайман Они хотят защитить 911 Да, не хотим, чтобы продажи Порше отъели продажу у Порше Проехали Это да Наверное, это не настоящая GT-машина Точно Она вышла не из их гоночного подразделения Точно Но у нее двигатель от 911-го Да Передняя подвеска от GT3 Да У нее сзади огромное антикерло, которое на самом деле создает прижимную силу Шины из гоночного состава Это та машина, которую хочется привезти на трек все эти штуки для этого Это лучший франкенмобиль производства Порше Да, он очень особенный И производили его всего год Да И сколько их построили? 4-5 тысяч Да, это по-настоящему особенный автомобиль То есть ценность его с момента покупки растет Машине всего 2 года Да, я знаю Для меня это не вложение Я не заказывал какой-то необычный цвет Я не ждал год Да Мне просто хотелось пойти и что-нибудь купить Эта машина, ее хочется оставить Да Но есть одно но Это типичный Порше Уже вышел новый Кайман Так Я тебе говорю По части динамических характеристик он лучше Не знаю, смогу ли я тебе поверить Но, к счастью, он стоит прямо вон там Да Давай остановимся и посмотрим на него Ну вот он Вот новая шишка Это 718-й, да, на данный момент? Да, он такой же, но другой Да, несколько деталей поменяли Больше всего фары бросаются в глаза И мне эти фары нравятся больше Ну знаешь, да, иногда так делают рестайлинг Берут оригинал и делают его хуже Ну да, к примеру, задние фонари на этой штуке Тут типа 4 точки, которые Порше выпячивает Но эти мне нравятся больше Этот зад мне напоминает Dodge Avenger купе А, с черной полосой? Да А еще другой Порше с черной полосой означает полный привод А тут это не означает полный привод Не, не означает Этот цвет, ну, мне нравится этот цвет на 991 А на этой машине он смотрится как игрушка Вообще, это синий графит, несмотря на то, что он кажется серым Но говоря про пластигип, ты имеешь в виду, что кажется, как будто он чем-то покрыт То есть тут нет хромированных деталей, никаких черных полос, как на твоей машине Нет контраста, выглядит как большая серая клякса цвет синего графита Да, в этом ты абсолютно прав Кстати, о цвете, твоя машина довольно круто выглядит Да, спасибо Этот цвет, зеленый брюстер, это цвет семейства Порше Серийные Порше им не красили, за исключением 11 купе Шеклаб в 2013 году Это единственная машина в мире Значит, у тебя машина с уникальной опцией? Она была сделана для примера Серьезно? Угу Это единственный GT4 цвета зеленый брюстер на планете? Единственный в мире Ого, это очень круто Хочешь поездить на чем-нибудь более быстром? Ай Да пойдем Прогресс не остановишь Сперва надо поговорить о названии Верно Порше продает Кайман с какого года? С 2006 Да? Ну, давайте вытянем всю ценность бренда и назовем его 718 Думаю, они чувствовали себя виновными за то, что оторвали два цилиндра Не знаю, слышишь ли ты, но сзади нас стоит двигатель, который звучит не очень хорошо Ну, мне кажется, что он не так уж плохо звучит Почему? Да ну тебя Я с ним уже какое-то время живу, это помогает Защита Я серьезно, это помогает против шума Но ради ролика я их сниму Мне вот интересно Это официальная опция от Порша А можно я кое-что забавное скажу? Да Поставь обратно режим норму, убери спорт плюс Ладно Поставь круиз-контроль, скажем, на 80 километров в час На 80 На 80 Вот сделано, едем 80 Ладно Нажми эту кнопку режима BMW Ладно Зачем, зачем ты надо мной издеваешься? Это включает спортивный выпуск на 20 секунд Зачем вообще над кем-то так издеваться? Нет Тем не менее Из него вытаскивают 350 лошадиных сил и 419 ньютон-метров И какие там цифры? Сколько там раньше было? Минутку Итак, GT4 дает 385 лошадиных сил и 419 ньютон-метров Так что если посмотреть время разгона с нуля до 97 у GT4 Я об этом даже говорить не хочу 4,1 секунды Да Это быстро Неплохо, да Но если посмотреть на разгон с нуля до 97 у... Даже не знаю Шеврали Камара из ЕЛ1-1 Ли Заговорила Камара Удивительно 3,6 секунды Ладно Если посмотреть разгон с нуля до 97 у этой машины получится 3,6 секунды 3,6 с 2,5 литрового 400 литрового движка Другими словами Тут 350 лошадиных сил У Камара 650 лошадиных сил И вдвое больше крутящего момента А время разгона до 97 одинаковое ДНК Порше Ну по крайней мере у 718-го Камара Бокстера и 911-го Это целостная ДНК Которая работает вплоть до самого верха Верно Можно начать с базовой версии Дойти до Турбо-С Везде будет унаследованная ДНК На которую можно рассчитывать И вот я в Кайман-С А сейчас это топовый Кайман Он доведен до совершенства Он задержан Он очень отзывчивый Он дает то, чего я ожидаю от Порше Кайманы Бокстера всегда были Не могу сказать, что лучше всех управлялись Но это были самые веселые по вождению Порше Да Давно так были А теперь у вас есть эта мощность и эта управляемость Да И это замечательная комбинация Неожиданно машина стала серьезным драйверским автомобилем Да, наконец-то, особенно Кайман Он всегда был с большой инерцией Вы пикировали в поворотах, чтобы сохранить скорость на выходе Верно А теперь у вас есть крутящий момент, чтобы его пройти Среднемоторная компоновка идеальна для вращения Значит, мы согласны Эта машина 718-й Великолепна на второстепенных дорогах Но как машина покажет себя на гоночном треке? О, это интересно Думаю, есть всего один способ это узнать Верно, и вот что я имею в виду Мы возьмем эту машину и твою машину И поедем на встречу с Рэнди Перед тем, как дать Рэнди порезвиться на двух Кайманах Мы решили с ним о машинах поговорить Гордый папа или нервный Нилли Дерек будет первым Этот двигатель Этот двигатель Такой красивый Думаю, в некотором смысле он звучит лучше, чем 911 Думаю, это потому, что двигатель расположен прямо здесь В 60 сантиметрах от нас Они не в метре 20 Дерек, вот что меня впечатлило, это когда то, что машину сносит Намного меньше, чем другие GT4, на которых я ездил Серьезно? Думаю, из-за этого она будет намного быстрее, чем было бы в другом случае И водить ее из-за этого тоже веселее И блин, как же он тормозит, эти здоровенные тормоза В спортивном режиме на дорогах общего пользования машина кажется очень жесткой И даже немного некомфортно Но на треке она не кажется жесткой Кажется, что в самый раз В машине есть податливость, даже в спортивном режиме Она как бы тебя вдохновляет, чтобы ты проехал по треку в самом Хочется сказать, что в самом величественном стиле из всех возможных Но при этом в самом быстром стиле из всех возможных Знаешь, Дерек, мне всегда казалось, что максимальное сцепление с дорогой в резину тогда, когда она касается дороги И больше хорошо справляется с гашением ударов и сохранением контакта с дорогой У Каймана никогда не было этой жирной и вкусной кривой момента, как на этой машине Это всегда было чертой Каймана Ему никогда не давали мощности, которую он заслуживал А сейчас мощность вы получаете, хоть и не в базе, так хоть и в модели S Теперь даже в базе довольно-таки много мощности И ты получаешь ее прямо сейчас Это да, нет ни намека на то, что этот двигатель турбированный Это так замечательно рулящаяся машина Вот почему мы ее любим, за управляемость Это новый мир для Каймана и Бокстера А что ты о них думаешь, Рэнди? Ты уже на обеих машинах чуть-чуть поездил, а какая быстрее круг проедет? Весьма вероятно, что GT4, у нее очень гоночный характер, состав резины тоже гоночный Да, но Бокстер был тут настолько быстр, да, что я не уверен 718С хорош Что ж? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зелёная машина, старая. Зелёная машина, машина Деррика, да. Проехала за весьма впечатляющей минуту 21,47. Ого. Это одно из лучших времён за всю историю. Это как? Прямо вот здесь, рядом с лучшими. В двух секундах от рекорда. Ладно, отлично. 718 Кайман-С. Турбированный. Новый. Значительно более дешёвый. Одна двадцать... Три ноль пять. Да! Три ноль пять. Я могу поклясться. Так. Что не мог сказать, какой из них быстрее. Ладно, Деррик. Да. Сколько ты за неё заплатил? Ну, давайте скажем круглую цифру в 100 тысяч долларов. 100 штук баксов. Ладно. И ты заявляешь, что эту машину можно приобрести за 67 тысяч долларов. Да. Ладно. А ты заявляешь, что с гоночным составом резины эта машина будет не медленнее, а может быть и быстрее зелёного автомобиля. Да, так и есть. Ладно, а комплект шин с гоночным составом Michelin Sport Cup 2 сколько? Две тысячи долларов? Две тысячи. Ладно, значит за 69 тысяч долларов можно купить Порше, который будет быстрее этого Порше. Вот как-то так, Деррик. Люди-придурки. Целое десятилетие автоэнтузиасты всех сортов доставали Порше, чтобы они дали Кайману мощность, которую он заслуживает. И Порше дали. Дважды. Сначала на ограниченной серии GT4, а теперь и на 718S. Проблема в том, что звук даёт часть ощущений при вождении спорткара. А каким-то образом среди всех производителей именно Порше об этом забыли. Так что, несмотря на всё остальное, что эта машина делает так хорошо, у хейтеров-ненавистников есть явная цель для ненависти. И, конечно же, хейтерам это понравится. Уродливые звуки турбо слушать невозможно. В Суффенхаузене добились кое-чего очень особенного. 718-й сохраняет всю прелесть, живучесть, лёгкую управляемость атлета, которую всегда мечтали получить Кайманы. И скрещивается это всё с более чем адекватной мощностью. Наконец-то у нас есть мощный среднемоторный Порше со вполне подъёмным ценником. Это в тему у спорткара на каждый день. Отличная работа, Порше. Хотя защитные наушники, может, стоит сделать опции с завода. Блин, да ладно, я просто так ляпнул. Перевод группы BMI Russian при поддержке AutoSpot.ru Но через 20 лет твоя будет стоить намного больше. Да, твоя будет стоить... Да, да, 300 тысяч долларов. Это будет хорошо, я дому куплю. А этот будет стоить 37 тысяч баксов. Бу. КОНЕЦ КОНЕЦ